привет сегодня мы с вами делаем котлетки почему котлетки потому что есть фарш его надо пустить в дело вот он у нас в холодильнике простоял пару дней посмотрим внимательно ну ничего так вот это свиной о он замерз слегка но это нам не помешает чуть-чуть потемнело это совершенно не страшно а может быть иногда даже для фарши хорошо холодильник такой что замораживает кое-чего слегка да значит мы его плюкнем сюда в теплую тарелочку пусть он здесь отмораживается нам надо порезать это как всегда вы смотрите а я режу лук и вот это вот каждый раз повторяется а что делать иначе никак потому что потому что потому что вы же должны видеть весь процесс правильно ну вот нарезал бы я лук сейчас заранее и чтобы вы смотрели но это все не очень долго вот это конечно минус то что фарш под замерз я даже не ожидал честно говоря холодильник подвел бывает всякие бывают неожиданности вот говорят сколько класть лука да а сколько вот фарша мало да поэтому я взял головочку маленькую одну да ну вот вот вам и доза получилось любите побольше лучку возьмите побольше головку это все вариабельно я провел несколько стоп а нам сейчас нужно сделать одну важную операцию в одну важную операцию вот у меня тут есть корки хлеба да сейчас я вам покажу кладу сюда опять же сколько хлеба а смотря какие котлеты любите если хотите сделать воспоминания о школьной столовой да то положите хлеба примерно в три раза больше чем мясо и у вас все получится если хотите чтобы мясо было побольше то хлеба поменьше а я кладу вот столько сколько у меня есть корок почему кладется хлеб не только для экономии чтобы котлеты были посочнее и помягче понятно и сейчас покажу вам пару секретов ну не секретов моментов которые очень во первых почему корки идут вы вот батон свежий совершенно бесполезно классе котлеты ничего у вас не выйдет вот корки надо хорошо размочить казалось бы берем корки потом размачиваем а со свежим хлебом не получается что-то там в нем не то это я чтобы побыстрее так ну что пока она размокает я займусь чесноком чеснок можно было бы пропустить через чеснокодавку да но из-за двух чесночин не вижу смысла ее мыть у него проще взять и порезать видите как режу до пальчики как загибаю чтобы по пальцам не садануть вот это важно чтобы пальцы остались целы это память чуть-чуть насколько мелко получится настолько и получится тут спрашивают почему видео последнее время маловато понимаете не всегда есть соответствующее настроение время когда ты занята а потом очень хочется кушать то подготовка к съемке занимает минут тридцать иногда и полтора часа когда кажется так камеру поставила все не так все просто ну вот чтоб потом не жаловаться хлебушек отжимаем и значит сюда его фарш у меня купленный при мне его крутили в магазине мясо ну так называемая фермерская по-настоящему вот того мясо которое было когда-то от коровок на вольном выпасе до его уже практически не бывает даже говядина она стоила содержания то есть коровка не гуляет и как бы и слишком молодые все хорошо когда вот говядина хороша когда животному солим как всегда по чесноку и по луку так что еще нужно сюда сколько соли придется пробовать ребята другого способа нету 118 миллиграмм да так не получится и перчик у суда вот что идет в котлеты перец лук чеснок остальное мне говорят там почему ты маловато перца добавляет его не перца специи да ну как вам сказать вот некоторые не любят базилик да а некоторые его обожают и что я буду вам я вообще специи не очень ну как не очень они забивают вкус натурального продукта и поэтому так и начинаем массировать это мясо до тех пор пока все не перемешаем так пока у меня руки более-менее чистую я прям увидел и сразу же ему по новой запущу чтобы файл не кончился секретов котлет как в котлетах не очень много я думал два это обваливать их и отбивать мясо а сейчас подумал есть еще и третий важный момент чтобы был не мягкий хлеб а именно вот корочки старенькие корочки сухие которые размачиваются потом засохший хлеб он должен то есть не доели кидаете там чуть такой еще какая-то фигня попался но не доели значит положили куда-нибудь воздухопроницаемое место там какой-нибудь контейнер с открытой крышкой и пусть лежит засыхает как же пробовать сырое мясо то скажите ну как попробовали да сплюнули делов то если вы совсем сырое не любите а некоторые вот котлетный фарш обожают есть значит какой свежести должно быть мясо я вам открою страшную тайну что мясо которое вот не было заморожено да но при этом немножко полежала там денек-другой а иногда и третий но не пойму что такое мне попадает а это от хлеба корочки ну а из него котлеты получаются лучше может быть у меня есть ощущение что так называемые как же котлетки такие жареные на шампуре без мяса не купаты вспомню скажу значит что их вообще лучше делать из мяса которую тоже немножко скрестковато стало тогда они какой-то цимис имеет ну меня конечно сейчас забьют сапогами да скажут что ну что вы что вы людям советуете это же домашняя кухня так и после этого вот этот важный очень процесс вот так вот берем и тюкаем и тюкаем до тех пор пока вообще много не надо но если вы тюкаете много то хуже от этого не будет котлетки не будут распадаться там мясо как-то выбивается какой-то сок до специальный который потом это все схватывает и держит нужно ли сюда яичко я вам честно скажу если котлета распадается она у вас и с яйцом будет распадаться а вот если вы отобьете скорее всего она распадаться не будет ну и конечно от мяса зависит бывает что там один жир и вообще непонятно какой фарш то есть фарш должен быть из мяса не из этого ничего не будет понимаете сейчас же умеет сделать фарш и я не знаю еще я для эксперимента пару раз покупал фарш в пачках и конечно был сильно разочарован ну она согрелась потому что любая штука при массаже как вот если взять помассировать нам спину кому-нибудь спина разогревается да так и мясо при физическом воздействии начинает становиться тепленьким слегка видите как я кидаю вот не плоской стороной а тоненькой ну стараюсь так то есть я его переворачиваю тогда бац беру плоская и этой страны кидаю ну вообще профессионалы отбивает меньше я видел как готовят люди специально обучены но я отбиваю чуть побольше потому что мясо было холодное ну будем считать что готово и третий секрет это ребята котлеты надо обваливать надо обваливать потому что вот это то в чем вы обваливаете она дает курочку и поэтому сейчас мы с вами будем обваливать сделаем паузу я убираю совсем сухим полотенцем стол сейчас посыпем сюда муку и обваляем наши котлетки может и маловато многовато насыпали но как бы чуть руки обвалил чтобы поменьше прилипало какие котлеты делать большие или маленькие а это уж какие любите и вот так вот их крутим а потом придаем им ту форму которую мы хотим и обваливаем кто любит более плоские можно вот так вот их приплющить кто любит более толстые она и аналогично с жаркой кто-то любит сильно прожаренные внутри тогда крышечкой а кто-то любит чтобы потолще была корочка тогда на большом огне так на большом огне и из крышки вот я кладу на тарелку потому что у меня но обычно я кладу сразу на сковородку просто сковородка надо камеру переставлять хочу с вами вместе долепить эти котлетки чтобы они не думайте что у меня тут особой ловкости нету она примерно такая же как у вас можно обваливать в так называемом лизьоне но это не для котлет делается для этого для мяса обычно яичко разбиваете вот так это у вилочкой раз желток с белком перемешали макайте туда и потом это в муку для чего так делается что прилипло побольше но там где это нужно оранж текс вот в частности делается чтобы толстая была корка мучная как бы сразу же с гарниром выходит немножко сформировать котлетку ну если вас форма не устраивает делайте до тех пор пока не устроит и размер вы рукой когда берете вы его точно почувствуете какой вам нужен если вы хотите чтоб все одинаковые были я люблю чтоб разные были котлеты называется кому побольше котлетку кому поменьше ну и вот это вот видно что на одну многовато и вот будет одна большая полюбас от нее можно чуть оторвать ювелирная работа но вы имеете ввиду что это вот кажется а на самом деле они тоже должны жариться у нас ну жарить будем отдельным отдельным кадром а может быть даже отдельным видео то есть как слепить котлеты будет наверно одно как поджарить другое чтобы они покороче были немножко отличная идея меня посетил то все все в одном да все в одну очень нравится теперь нормально я раньше лепил котлеты здоровенные это когда аппетит был зверский тот и все как бы взял большую котлету съел и потом вторую а сейчас чувствую что отъелся нужно прекращать то есть вот парочку вот таких вот раз и и хватит так на этом все видимо жарко котлет будет отдельным видео но может быть и сюда подклеим но пока на всякий случай говорю вам пока смотрите наше следующее видео видео